Девушка, пожалуйста, мы здесь уже дежурная, стоим уже сколько. Там уже бабушка наша, тут детей, а тут бабушка, там уже он лежит на этом. Девушка, а можно с ребенком? Два часа ночи на ресепшн пансионата «Звезда» столпотворение. Люди начали сюда прибывать с десяти вечера. Рейс за рейсом заехало больше четырех сотен беженцев из ДНР. Кто-то прибыл автобусами, кто-то с семьями бежал на личном транспорте, лишь бы подальше от обстрелов. Страшно, я как-то чувствую, умыть. Это ужас страшно. Что успели собрать с собой? Продукты кое-яки, документы самое главное. Ну там переводится где-то. Так, вот на ходу хватали. Мы думали наладиться, мы уже такие оптимисты были, что, как говорится, мы уже настроились на мир. И все так люди у нас и строиться начали, и ремонтироваться. Мы знаем, вот такой, когда вот так вот спали. А так? А война была, три месяца в подвале сидели. И спали в подвале. Это когда в 14-м, да? Да. Да, спали в подвале. Мне кажется, сейчас нереально. Я подвала уже как бы боюсь. Я не хочу уже этого подвала. Я-то не еду. Потому что я не хочу просто уже. А мы сейчас оружие не то. Сегодня очень сильно обстреливали с утра. Было слышно, вот у нас хорошо взрывы были слышны. И в стороне Тельманово там все гремело. И у нас вот где-то сейчас стреляли. У нас 11 человек. У нас 8 детей и трое взрослых. Начали собираться, поехали на таможню. Встретили хорошо. Чтобы принять людей, сотрудники пансионата экстренно начали готовить номера. Все случилось очень неожиданно. В части комнат установили дополнительные кровати. Всем прибывшим выдали постельное белье и полотенце. Условия в этом пансионате, как видите, довольно-таки неплохие. Тепло, чисто, уютно. И встретили беженцев гостеприимно. Сюда заселилось больше 400 человек. В основном, конечно же, это женщины, дети и пожилые люди. В первые часы развернуто три лагеря. В Неклиновском районе на 3274 места. А вообще, в регионе готовят 9 пунктов временного размещения. На базе детских лагерей, санаториев, пансионатов, плюс два палаточных лагеря. Сейчас на часах 6 часов утра. Работа здесь, на Веселовознесенском пункте пропуска, кипит почти с 2 часов ночи. Спасатели разворачивают городок жизнеобеспечения. Такой же собирают сейчас в районе Матвеева-Курганской таможни. В регионе готовы принять 10 тысяч человек и, если понадобится, примут еще. Ночью в Ростов прилетел временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприянов с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и специалистами Минздрава. И уже провели совещание. Попова отметила, что ситуация с ковидом в регионах Донбасса тяжелее, чем в России. Так что беженцы всех протестируют. Для этого в регион привезут запас тест-систем. Ачуприянов распорядился организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. И поставил задачу определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принять беженцев. По прогнозам, планируется эвакуировать 700 тысяч человек. Сегодня утром в регионе введен режим ЧС. Марина Черных, Юрий Санкин, Первый Ростовский.